Эльза Скиапарелли. История нещадно вычеркивает имена многих великих людей. Так получилось и с Эльзой Скиапарелли. Для большинства это имя не говорит ни о чем. Историки же по сей день изучают ее наследие. Эльза Скиапарелли родилась в семье обедневших аристократов. Ее дядя Джованни Скиапарелли был знаменитым астрономом. Ему принадлежит открытие каналов на планете Марс. У Эльзы была старшая сестра, очаровательная девочка. Когда Эльза была ребенком, ее мама заявила, что Эльза никогда не будет такой же красивой, как она. Стоит ли говорить, как подобное высказывание могло отразиться на ребенке. Например, однажды она решила вырастить на своем лице цветы. Взяла цветочные семена, легла и стала засыпать ими лицо. Все для того, чтобы наконец-то стать красивой. Эльза получила прекрасное образование. Она разбиралась в литературе и философии, тонко чувствовала искусство. Она с была окружена красотой, что, безусловно, сформировала ее тонкий вкус. В 18 лет Эльза вышла замуж за адепта Теософии. Теософия – мистическое богопознание. И уехала с ним в Нью-Йорк, где в 1919 году родила дочь. Муж в скором времени оставил ее без средств к существованию. Эльза с больной полиэмиелитом дочки на руках устремилась в Париж. Однажды к Эльзе пришла подруга. На ней был вязаный свитер. Эльза заинтересовалась происхождением этой вещи. Оказалось, что его сшила эмигрантка из Армении, живущая неподалеку. Скиапарелли познакомилась с той женщиной и предложила ей сотрудничество. Так появился шерстяной свитер черного цвета, украшенный бантом. В 1927 году он поразил даже видавших виды парижских дам. Эльза стала восходящей звездой модного Олимпа. После этого дизайнер получила крупный заказ на линейку спортивной одежды. Над ней вместе с Эльзой трудились и женщины армянской общины Парижа. В результате этот заказ принес Скиапарелли широкую известность, а армянским женщинам позволил приобрести собственную трикотажную фабрику. Скиапарелли основала собственный модный дом, а в 1934 году открыла на Вандомской площади первый в истории бутик. Дизайнер предложила женщинам покупать готовые изделия вместо того, чтобы заказывать индивидуальный пошив. Так и появилась концепция бутика – маленького магазинчика, где можно купить готовую дизайнерскую одежду. Но вернемся к ее изобретениям. Чем же был так удивителен ее свитер? Сейчас он кажется достаточно примитивным, но все дело в оптической иллюзии. Издалека казалось, будто на девушке привычное многослойное облачение, и лишь вблизи становилось понятно, что на ней лишь тонкая материя. Каждая новая коллекция дизайнера поражала все новыми, удивительными принтами. Например, на следующих выпущенных свитерах были татуировки моряков, змеи, сердца, пронзенные стрелами якоря. Только представьте себе, какой шок это вызывало у тогдашней публики. Запомните это слово. Ведь именно оно лейтмотивом проходит через всю жизнь и творчество Скеапарелли. Впрочем, сама Эльза ненавидела, когда о ее деятельности говорили творчество. Считаю, что это звучит слишком претенциозно. Между тем, творения Эльзы были настоящим искусством. Она была одной из тех, кто положил начало сотрудничеству фэшн-домов с художниками. Самый известный пример ее творческой коллаборации, конечно, с Сальвадором Дали. Их сотрудничество началось с того, что в 1935 году Дали придумал дизайн упаковки для компактной пудры Скеапарелли в виде телефонного диска. Дальнейшие работы были куда внушительнее по масштабу. Знаменитое платье с изображением лобстера по мотивам сразу нескольких арт-объектов художника, платье с вырванными лоскутами, вдохновленная картиной «Некрофилическая весна», скелетон-дресс, за основу которого были взяты эскизы Дали, изображавшие анатомические фигуры женщин и, пожалуй, самый цитируемый в этом контексте пример «Шляпка-туфля». Дали был не единственным, с кем в творческом поле взаимодействовал дизайнер. Например, авторству Жанна Кокто принадлежит знаменитое пальто с вышивкой в виде двух лиц, образующих очертания вазы с цветами, и костюм с изображением на жакете с силуэтом девушки. Отдельного внимания заслуживает бижутерия Скеапарелли. Необычный взгляд на мир рождал на свет безумные и оригинальные вещи, такие как броши, фонарный столб и факел. Они могли светиться благодаря вставленной в них крошечной батарейке. Также она создавала украшения по эскизам художника сюрреалиста Кристиана Берара, самое известное из которых было сделано из натурального прозрачного пластика, на котором крепились реалистично сделанные насекомые, и создавалось впечатление, что они ползают по шее. А в сотрудничестве с Жаном Клеманом появились и неожиданные пуговицы, пули, акробаты, балерины, скрепки, астрологические символы. Скеапарелли приложила руку и к распространению мужского фасона. Она создавала потрясающие вечерние жакеты с массивными плечами. Их очень любила немецкая актриса Марлен Дитрих. На большинстве снимков она запечатлена, именно в жакетах Скеапарелли. Эльза популяризировала кюлоты. В 30-е годы носить брюки женщинам было запрещено, а кюлоты позволяли обмануть окружающих и при этом чувствовать себя комфортно. Одно из самых главных изобретений Скеапарелли – застежка «Молния». Она первая начала вшивать такую застежку в вечерние наряды. Также именно Эльза придумала наносить на одежду принт с газетными вырезками. Статьи в этих газетах, конечно же, были о самой Эльзе и иногда о Коко Шанель. Да, вражда Эльзы и Коко – это отдельная тема. Шанель высмеивала смелые решения итальянки. А на одном из светских приемов предложила ей присесть на стул, который, как оказалось, был свежевыкрашенным. Шанель с сарказмом отметила, что таким образом помогает конкурентке добиться еще большей яркости в нарядах. Одним из символов модного дома Скеапарелли был шокирующий розовый цвет. Иными словами, цвет фуксия. Цвет сам попался мне на глаза – блестящий, фантастический, нескромный, пленительный, полный жизни, подобный свету, объединенный цвет всех птиц и рыб в мире. Цвет Китая и Перу, совсем не западный, шокирующий, чистый, интенсивный. Так о нем писал в своих мемуарах Эльза. В 30-х годах этот новый оттенок розового действительно шокировал публику. Эльза создавала в этом цвете все – от упаковок до богато расшитых вечерних платьев. Когда она совместно со своими творческими друзьями занялась парфюмерией, розовый цвет присутствовал и здесь. К слову о духах, секс-символ 30-х годов киноактриса Мэй Уэст была одной из преданных фанаток искусства Скеапарелли. Однако ей не хотелось посещать постоянные примерки, и эксцентричная блондинка придумала, как выйти из положения. Мэй выслала в бутик Эльзы гипсовый слепок своего тела. Скеапарелли, в свою очередь, использовала эту идею для создания флакона к своим духам под названием «Шокинг». Впоследствии к этой идее обращались и другие дизайнеры. Например, культовые духи Ле Мале, Жанна Поля Готье выполнены в виде мужского торса. Скончалась Эльзовская Парелли 13 ноября 1973 года в Париже во сне. Похранили ее в шелковом костюме шокирующего розового цвета. Спасибо, что посмотрели нашу лекцию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До скорой встречи!